всем привет под некоторыми из видео у меня писали вот такой вот вопрос как сделать управление персонажем с помощью кнопок в данном случае это у нас виджет обычные кнопочки которые я расположил установил изображение то есть пока никто не понял как это сделать хотя со временем должно появляться так скажем понимание что вот эти axis input и да у нас являются по сути тиками то есть практически каждый тик ну или определенное количество секунд проверяется нажата ли клавиши или нет и так далее то есть и выполняется обработка данных и отправлениями то есть по сути если мы поставим что-то на тик и либо на таймер у нас будет управление так давайте создадим какую-нибудь кастомную функцию которая у нас будет это все выполнять напишем custom event так первое что нам надо это вперед это давайте так напишем это будет функция управления из нее мы по сути будем запускать таймер с таймер by event напишем либо лучше давайте напишем с таймер by function name либо какой-нибудь ну ладно и вентак и вент сделаю event так же просто спускаем сюда кастома напишем up пусть будет я не знаю время мы сделаем 0,5 миллисекунд я думаю что и этого достаточно будет все зависит где будет обрабатываться все это на каком устройстве если мы посмотрим вот сюда здесь вот у нас axis forward да он работает на add movement input ну и соответственно нам тоже самое необходимо и написать можем просто скопировать это просто делаем копирование ставим ее сюда и подключаем теперь нам необходимо также создать другую другую event который у нас будет тормозить это так и напишем давайте stop f forward и здесь нам нужно останавливать наш таймер так и напишем пауз таймер by handle отключаем от этого значения подключаем его сюда вот это движение вперед мы его уже в принципе записали так же мы можем создать движение назад и движение влево вправо ну давайте я создам в данном случае просто скопирую это вот это нам штука уже не нужна берем копируем вот этот gap control rotation и right vector потому что чтобы не бежать вперед нам нужно бежать влево или вправо так напишем здесь у нас f alert какой-нибудь значит нам здесь надо будет вот просто дадим наивнование чтобы мы могли это как-нибудь позже найти stop f left все то же самое единственное значение здесь у нас будет определяться да если нам влево необходимо то это минус 1 если нам вправо нужно плюс 1 теперь давайте выставим так что пусть у нас будет одна функция работать так это мы разделяем бранчем выставляем true и подключаем к основной части которую мы будем управлять влево или вправо делаем копирование add moment подсоединяем ее сюда и здесь мы пишем единицу то есть если у нас f left булинская переменная равняется true он бежит влево если же false он бежит вправо теперь так у нас функции готовы ну и так же вы в принципе делаете и для бега назад если у вас конечно не такой персонаж давайте я запущу покажу если я бегу назад у меня просто персонаж не разворачивается как бы образно у него из-за того что анимационный блупринт blend space в одном положении то есть он не определяет назад вперед он всегда бежит вперед только разворачивается на 180 градусов так давайте теперь поставим созданные нами функции уже на самого персонажа берем выделяем нашу клавишу допустим то же самое вперед если это будет использоваться на мобильных платформах или что-то подобное мы должны поставить on preset так как нам нужно on release если это еще и при этом так давайте сразу я подключу on release теперь мы должны кастоваться на нашего персонажа кастов person так getPlayer наш character далее мы уже выбираем нашу функцию это у нас f точнее не функцию нашу по сути функция наше движение вперед вот вот и на он release мы должны уже выключать точно точнее запускать нашу функцию stop f forward чтобы он при отключении просто при отжатии клавиши запускал остановку таймера и все далее мы давайте выделим движение вправо создадим on preset где это у нас на клавиши button да он release просто можем давайте чтобы оптимизировать данную штуку мы просто на констракте создадим нашу переменную нашего персонажика и не будем мучиться постоянно вытаскивать cast на подключим так так это у нас движение вперед здесь у нас движение вперед направо вправо и так давайте все это замучим здесь нам нужен тоже самое наша переменная в данном случае в данном случае она у нас называется f left да мы подключаем ее сюда и нажимаем condition ну то есть булиновской переменной галочку ставим чтобы она у нас влево бежала и здесь мы нажимаем stop effect наверное назвал я неправильно но все же вот так вот выставим чтобы было одинаково и понятно так создаем на клавишу 1 чтобы определиться что это за клавиша это у нас лево ой я здесь вправо же не написал мы вот это все самое копируем и здесь так как мы уже поставили движение влево при галочке и движение вправо без галочки давайте проверим сейчас я управляю персонажиком да то есть обычными клавишами давайте я включу мышку и видите да у нас персонаж движется но анимация нормальной не проигрывается ну и соответственно назад я не подключал потому что еще пока не создал ничего если у нас здесь слишком маленькое значение так как вот он не может отыграть все это устанавливаем 0,01 миллисекунды и давайте проверим и как видите у нас все отлично работает вот сейчас я управляю персонажиком с помощью его клавиатуры переключаясь на мышку вот у нас движение вперед движение влево движение вправо движение влево также можно подключить прыжок на клавиши и так далее да то есть при если если мы здесь custom event еще создадим на jump допустим to пусть будет так называться и давайте скопируем ну в принципе копировать даже не нужно проблему в том что он да наверное нужно все-таки давайте переименуем jump ну jump off поставим и подключим ее сюда то есть это при работе на клавиатуре а это у нас будет виджет так создадим на виджете какую-нибудь клавишу пусть это будет вот здесь клавиша мы также on preset сделаем нашу необходимую переменную jump to ну возможно джампов нам не нужен возможно сам проиграется давайте проверим да он все отлично проигрался нам джампов даже и не нужен так включаю то есть я вот сейчас не могу крутиться и как видите у нас здесь все отлично то есть вы по сути можете также управлять клавишами персонажиком и переключать какие-то movement действия да то есть там на crouch какой-нибудь поставить тоже создать custom event crouch ну и соответственно выполнять какие-то действия crouch надеюсь я все хорошо объяснил а на этом все всем спасибо и пока пока это не а если то оно оно Продолжение следует...